МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Это самое масштабное музыкальное шоу страны на телеканале Муз-ТВ. Битва поколений! Это батл, это бой, это сражение двух топовых артистов из разных музыкальных эпох. Кто-то после этого поединка отправится домой плакать и вытирать слезы салфеткой на телевизоре. А кто-то будет отмечать чемпионство победным танцем в ТикТоке. Ну или наоборот. Меня зовут Константин Алисов. Это Битва поколений! Мы готовы начинать! Сегодня легенда русского рока встретится с энергичным и дерзким кумиром современной молодежи. Оголенный нерв, разрыв сердца, разрыв всего сознания. Это, конечно, просто невероятно. Участники исполнят четыре песни. Абсолютный хит, балладу о любви, кавер на оппонента и горячую новинку. Их живые выступления будет оценивать звездные жюри из разных поколений. И именно они решат, кто же сегодня станет победителем и заберет себе желанный трофей. Сегодня нам предстоит наблюдать за музыкальной битвой двух артистов из разных эпох. Конечно, по возрасту я с каждой секундой ближе к поколению олдскула. Но так хочется быть с ньюскульчиками на одной волне и держаться к ним поближе. А вдруг мне повезет, и после этого я открою свой ТикТок-хаус. Ну или хотя бы сниму себе маленькую ТикТок-комнату. А это мои мечты. Пришло время знакомиться с реальностью, с нашими участниками. Эта артистка в 90-е была настоящим авторитетом в шоу-бизнесе. Никакие братки на джипах не могли ее напугать. Ведь уже тогда у нее были свои снайперы. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Учитывая то, как метко мои песни попадают в сердца девчонок, я тоже снайпер. Этому парню всего 16 лет. И Джастин Бибер ему уже в отцы годится. Молодой, искренний мальчик и уже звезда Ваня Дмитриенко. Да ладно? Ему 16 лет? Ну знаете что, с другой стороны, мне тоже не 47. Начиная с 93-го года и по сегодняшний день, группа «Ночные снайперы» регулярно выпускает альбомы и сборники. Иван же с 94-го по 2005-й объективно не мог составить им конкуренцию. Но вот в 2021-м стрельнул так, что теперь его знают и на Венере, и на Юпитере. Два совершенно разных артиста, которых объединяет только одно. Они оба не сдавали ИГЭ. Если сегодня я помогу Ваньке, вот дам ему какой-то кусок своей силы, ну, моя миссия будет выполнена. Сегодня в битве поколений. Глубокий русский рок в лице Дианы Арбениной против юного поп-героя Вани Дмитриенко. Они такие разные, но все-таки прически одинаковые. Ну громче, громче, где вот это, ребята, вы что? Пришло время представить членов жюри. Сейчас молодежь интересуется, какие тренды главнее в ТикТок Хаусе. Но мы-то с вами знаем, что главнее всего погода в доме, даже если это ТикТок Хаус. Лариса Долина! На футболке Лев Толстой, а на деле продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Композитор, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Если вам и этого мало, то это человек, на которого подписан дава. Игорь Крутой! Легенды! Здравствуйте! Как ваше настроение, какие ожидания? Рассказывайте. Настроение офигенное. Ожидания самые феерические. Пока ты не сказал про Лев Толстой, я просто знаю вторую часть этой шуточки. У меня тоже было хорошее настроение. Спасибо тебе. Поработаем. Игорь Яковлевич, добрый вечер. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Задал вопрос Ларисе Александровне, она сказала, я тоже не понимаю. Аплодисменты легендам. Легенды на сцене, легенды в жюри. Молодые и дерзкие также у нас представлены не только среди выступающих артистов, но и среди членов жюри. Что бы ни выложила эта девушка, оно набирает миллионы просмотров. Честно говоря, даже это шоу изначально хотели показывать у нее на канале, а не на Муз-ТВ. Это Мия Бойко. Человек, который, чтобы хоть как-то приблизиться к музыке, подписался на Игоря Крутого. Дава. Эпатажные выходки на сцене, драки после концертов, разгромленные номера. Таких артистов в нашем шоу-бизнесе всего двое. Лев Лещенко и Юрий Музыченко. Ну что, молодежь, здравствуйте, привет. Юра, расскажи, какие ожидания? Мне красиво все нравится. Здорово. Спасибо. А дальше я не знаю. Я не знаю. Мия, расскажи, пожалуйста, вот у тебя есть возможность скачать одну песню, вот, ну, и взять ее с собой, не знаю, в полет. Это будут «Ночные снайперы» или «Ваня Дмитриенко». Кость, ну зачем ты так? Спасибо вам большое. Ладно, пожалуйста. Нет, можно я быстро расскажу? Да. Мне будет очень сложно сегодня, потому что Ваня, мой любимый друг, мы с ним очень классно дружим, у нас есть совместная песня, и мы в одной сфере, так сказать. А вас я видела в ТикТоке, как вы на выступление залезли на вот эту ограду и по ней ходили и пели. Это так мощно было. Это на кладбище было? Это, это за... Дробыш? Я сейчас продолжу шутку. На чьем кладбище и где я была? Вот и разница в поколении. У одних ограда между фанатами и артистом, а другого на кладбище. Это было очень круто. Спасибо. Дава. Сегодня будет очень круто, я уверен. Мне нравится, как поет и нравится песня Ивани Дмитриенко. Ну, тут, где она, конечно, будет разрыв. И я в ожидании. Принимать решение, кто достоин получить звание победителя битвы поколений, сегодня будут не только эксперты в студии, но и наши телезрители, которые могут голосовать за понравившегося участника на сайте МУЗ-ТВ. В мобильной игре PUBG Mobile. Здесь идет такая же жаркая битва, как на нашем шоу. Это первая мобильная игра в жанре Battle Royale, и ее скачали более миллиарда геймеров по всему миру. Ни на что не намекаю, но вот QR-код. Бросай вызов своим друзьям, выигрывай прикольные скины, но самое главное, голосуй за артистов битвы поколений прямо в игре. И получи не один, а два голоса для любимого артиста. Повлияй на результат битвы поколений с мобильной игрой PUBG Mobile. Битва поколений начинается, и наш первый раунд называется «Абсолютный хит». В этом раунде каждый участник исполнит песню, которую знают и любят миллионы людей. И я вам так скажу, что те, у кого в 16 лет есть песни, которые знают и любят миллионы людей, это ого-го, какое достижение. Итак, Ваня Дмитриенко и его «Абсолютный хит». Поехали. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. После слов мое признание я не смог сказать прощай тебе, букет цветов. На прощание я обещаю мне вернуться в феврале. В полная скорость, и ко мне в полночь, скорая помощь. Ребята, давайте вместе с детям нельзя отказывать. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. Ай-яй-ей, говорю, полюби меня, ай-яй-ей, намекну, без любви никак. Твой воздушный поцелуй, боли-боли я ловлю, только ты не паникуй. Я к тебе еще и полная скорость, и ко мне в полночь, скорая помощь. Думай, что же останься, до завтра. Не уходи, прошу, вернись ко мне обратно. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. Тащит, тащит, мальчик открытку плачет, плачет, девочка тихая. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой, дай мне попытку. Любимые артисты на одной волне, лучшие песни, премьеры и новинки. Все это можно услышать на русском радио. Слушайте лучшее любимое на русском. Это самое масштабное музыкальное шоу страны на телеканале Муз-ТВ. Битва поколений. Кто-то после этого поединка отправится домой плакать, а кто-то будет отмечать чемпионство победным танцем в ТикТоке. Мы готовы продолжать первый раунд, и у нас на очереди легенда. Знаете, я подумал о том, что сложно выбирать абсолютный хит, когда почти все твои песни – это абсолютные хиты. Гораздо легче в этом раунде было бы Юрию Лозе. Но у нас на сцене Диана Арбенина. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух толчками, и пульс на трещет. Бьет в переносицу я. Знаю, все знаю я, но катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли у священной земли, и горячие губы твои. Катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли у священной земли, и горячие губы твои. Катастрофически тебя не хватает. Катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли у священной земли, и горячие губы твои. Катастрофически тебя не хватает. Катастрофически тебя не хватает. Воздух толчками, и пульс на трещет. Бьет в переносицу я. Знаю, все знаю я, но катастрофически тебе не хватает мне. Катастрофически тебе не хватает. Катастрофически тебя не хватает. А камень и камень влеваться Выболзают на отмель Чтобы в лёд задохнуться Чтоб недолго по краю умирают Катастрофически тебя не хватает я Жму электричество, но не попадаю я В воздух, тапочка, не горы, станут ещё так-так-так-так Плёт перед мою сердцу, я знаю, всё знаю я Но катастрофически тебя не хватает я Катастрофически тебя не хватает мне Тебя не хватает мне Тебя не хватает мне Катастрофически 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 В школе электричество, но не попадаю я В школе электричество, но не попадаю я Катастрофически тебя не хватает Два абсолютных хита Живое исполнение, и это только первый раунд битвы поколений Это было очень, даже катастрофически круто Я напомню, что у каждого члена жюри есть один балл, который он в каждом раунде раздаст наиболее понравившемуся артисту Кто в конце наберёт больше, тот и победил Уже не терпится узнать ваше мнение Игорь Яковлевич, начнём с вас Сложно? Я, конечно, Ваню очень люблю И парень прелестный, и всё Но несоизмеримость глубины и размера артиста, и песнь Поэтому я отдаю своё предпочтение Диане, моей подруженьке Спасибо Игорь Крутой Бал Диане Арбениной Юрий Музыченко куда отдаст свой балл? Не честно сравнивать так Это совершенно разные песни, совершенно разное настроение Ребят, смотрите, вы не бойтесь меня обидеть и ставьте, ну, прямо жмите за пацана Правда, потому что человеку 16 лет, он так круто делает всё, и он такой искренний, его нужно, конечно, поддерживать Спасибо огромное, вернёмся к обсуждению Юра Я как представитель более лёгкого жанра, весёлого, ненапряжного Отдаю свой балл молодым исполнителям Молодец 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 Спасибо большое Юрий Музыченко отдаёт свой балл Ване Дмитриенко Виктор Дробыш, пожалуйста А можно я сейчас не о музыке? Юрий Музыченко отдаётся Я решил накануть, я говорю, слышишь ты, и мне в ответ, вот, я поднимаю глаза, это был Тайсон. Реально? Я понял, что Бог меня наказал в этот момент, он сел рядом и переспросил, вот, я говорю, hello. Вот похожая ситуация сейчас. Вань, то, что ты находишься здесь на сцене, вот напротив Дианы Арбениной, это огромная победа. Это считай, что ты действительно заслужил уже в свои 16 лет огромные награды. Поэтому даже если я искренне буду по-музыкански журить, мое сердце, конечно, принадлежит ей, я буду объективен, но, вот, думаю, в моем случае ты, наверное, проиграешь. Но это огромная победа для тебя, Диана. Спасибо, Виктор Дробыш. Отличное слово. Диане Арбениной. Лариса Санна. Я хочу сказать, что у обоих представителей из старшего и младшего поколения чумовая энергия. Просто у Дианы это не очень равная борьба. У Дианы опыт богатейший. У Вани пока опыта еще мало, но он еще всем нам покажет. Я просто чувствую это. Угрожать только не надо. Так это он нам угрожает, а не я ему. Но в этом раунде я отдаю свой голос Диане, поскольку, ну, просто разрыв. Оголенный нерв, разрыв сердца, разрыв всего сознания. Это, конечно, просто невероятно. Спасибо. Лариса Долина отправляет бал Диане Арбениной. Дава. Вань, ты большой молодец, правда. Но я думаю, что артисты как раз, наверное, должны в каких-то моментах проигрывать. И здесь не стыдно проиграть. И как раз это закаляет характер. И он захочет как раз стать еще сильнее. Поэтому я свой голос однозначно, конечно же, отдаю Диане, ночной снайперу. Это просто one love. Спасибо большое. Это было очень круто. Я прям кайфанул. Мия Бойко. Я просто вижу, как Мия смотрит на меня. И я правда хочу сказать о том, что я еще не дорос в свои 16 до такой глубины в написании стихов. Поэтому, ну, я бы искренне отдал голос ей. Поэтому я как бы, я не собираюсь вообще ни на что злиться. И Давид правильно сказал, что здесь проиграть в этом раунде абсолютно не стыдно. Но что будет в следующем? Спасибо, Вань. Я видела, как Ваня выступает много раз. Плюс мы еще вместе выступали на сцене. Поэтому я знаю, как ты можешь. Поэтому ждем следующих раундов. Диана, мне кажется, я в вас влюбляюсь. Я первый раз в жизни видела, как вы выступаете. Это просто жесть какая энергетика. Вы такая мощная. Я не знаю, мне кажется, что сейчас все мои слова, все эпитеты выглядят очень просто мелко. По сравнению с тем, что я чувствую. Поэтому просто мой балл идет вам. Спасибо. Счет в этом раунде 5-1 в пользу Дианы Арбениной. Но не стоит забывать, что лучшего участника шоу выбирают не только жюри, но и зрители. И вот результаты после первого раунда. Присоединяйся, голосуй на сайте Муз-ТВ и в мобильной игре PUBG Mobile. Там ты получишь целых два голоса. Это шоу «Битва поколений» и наш второй раунд «Баллада о любви». Я выскажу такую теорию, что абсолютно все песни, которые звучат в нашей жизни, они о любви. Просто Коля Басков поет о любви к себе, скриптонит что-то поет. О какой любви будут петь наши участники, мы сейчас узнаем. Начинает Диана Арбенина. Секунду назад было нежно и тихо, летали, шептали и любили за тихо. Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне. И важное что-то ты просто не понял. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. И запах сандала, и запах скандала, пустое шоссе пять минут до вокзала. Мы страны делили, все воровнув вместе, но в них без тебя мне неинтересно. Зачем мне теперь красота? Секунду назад было столько впервые. Захлопнули двери в нелепом порыве. Секунду назад оборвали все нити. Я больше не верю в любовь. Извините, жестокий урок. Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне. И важное что-то ты просто не понял. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. И запах сандала, и запах скандала, пустое шоссе пять минут до вокзала. Мы страны делили, все воровнув вместе, но в них без тебя мне неинтересно. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. Я падаю с неба с горевшей кометой. Я падаю с неба с горевшей кометой. Зачем мне теперь красота? Зачем мне теперь красота? Зачем мне теперь красота? Зачем мне теперь... Встречайте, Ваня Дмитриенко. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, да любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6 без нее шок. Даже 36,6 без нее шок. Ведь температуры нет, да любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6 без нее шок. А ведь таблеток нет. И никому сказать, что мои чувства обнулились, можно не искать. Я по лужам до подъезда твоего опять. Гонюсь за счастьем, которого на мне видать. Блять, блять, плачь, плачь. Так, наверное, будет лучше. Зачем искать мне другую? Ведь ты лучше повослее слет. Останусь я отчасти. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, да любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6 без нее шок. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, да любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6 без нее шок. О-о-о. Твои, твои мысли так нечисты. О, как же ты хотела решить все быстро. Но на утро игнор. И узнать весь двор, да что парень потерял любовь через монитор. Блять, блять, плачь, плачь. Так, наверное, будет лучше. Останусь я отчасти. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, да любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6 без нее шок. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, да любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6 без нее шок. А-а-а-а. Уст, все песни, которые она пишет, это просто разрыв. Всегда разрыв. Но я сейчас хочу сказать, что вот сейчас такая чувственность у 16-летнего мальчика. А что же будет через два года? У-у-у. Браво. Спасибо большое. Спасибо. Лариса Долина. Бал Ваня Дмитриенко. А вот Виктор Дробыш, как мне показалось, сидел всю песню с недовольным лицом. Распорядитесь своим балом, пожалуйста. Диана Арбенина однозначно. И если в первый раз у меня были сомнения, может быть, молодости отдать, то сейчас как раз для меня вот это было, ну, больше самодеятельность. А вот это однозначно. Ну, то есть здесь у меня нет никаких сомнений. Меня даже ничего не гложет. Тут пока... Какие разные мнения, да, вообще... Одностороннее движение балов в сторону Дианы Арбениной. Молодежь. Молодежь. Я уже хочу отдать Ване, потому что другие времена, другие песни. Ваня весь с 16-летней энергетикой. Первый хит мне показался случайностью. А теперь я понимаю, что это не случайность. И я думаю, что меня Диана тоже поддержит. Конечно. Мне кажется, Ваня заслуживает этой оценки. Спасибо большое. Бал от Игоря Крутова, Ваня Дмитриенко. Ребята, Мия Бойко, начинаем с тебя. Ну, давай. Вань, ну, прости. Прости меня. Ну, я не знаю. Я в Диану влюбляюсь. Я не могу. Но когда вы поете мне мурашки, я плакать хочу. Диан, можно вопрос? Под твоей песней надо плакать или надо веселиться, думать? Ну, под эту можно было плакать. Ну, это да. Эта песня очень грустная. Я могу плакать и от счастья тоже. Итог какой? Балл куда? Диане. Диана Арбейна получает балл от Игоря Крутова. Юрий Музыченко поджал под себя ножку. Ну, я сейчас объясню, почему. Потому что у вас сломалась передача. Ну, для одного поколения это лучше, для другого это лучше. Все, передача сломана. Для тебя конкретно. Ты увидел. Для меня конкретно. Я скрипач в рок-группе. Как ты думаешь, что для меня лучше? Конечно, для меня эти песни ближе. Вопрос такой. Я скрипач в рок-группе. Что ты там делаешь в рок-группе? Дерусь после концертов. Ну, смотри. Те, господа. Мы не за то отдаем баллы. Если мы говорим про поколение. Я всех запутал? Да, ладно, Ваня, баллы. Молодец. Давид Манукян. Вы меня сломали сейчас. Все, что происходило. Сначала шоу сломали, потом вот это все, а потом меня сломали. У меня была какая-то мысль в голове, тактика, которую я хотел придерживаться. Но я просто потерял вообще всю суть, что происходящего. Балл куда? Я и правда, мне сложно, потому что давай я отдам все-таки за Ваню. Ванечка, мне на самом деле, спасибо тебе большое за то, что ты меня окунул в такое, знаешь, мне захотелось сразу куда-то в школу, знаешь, такое первая любовь, первая влюбленность. Вот в эти времена я так почувствовал себя еще прям круто. Итак, балл отдавы Ване Дмитриенко. И в этом раунде со счетом 4-2 побеждает Ваня Дмитриенко. А теперь посмотрим, как голосуют зрители. Я напомню, получить целых два голоса можно в мобильной игре PUBG Mobile. Там тебя ждут захватывающие матчи в жанре Battle Royale. Надевай стильный костюм, выбирай снаряжение и присоединяйся. Это шоу «Битва поколений». Именно здесь мы решили столкнуть лицом к лицу аналоговых артистов и артистов в формате Full HD. Прямо сейчас наш третий раунд, который называется «Кавер на оппонента». Если честно, я очень люблю, когда артисты перебивают песни друг друга. Ведь очень часто получается так, что каверы дают настоящую вторую жизнь неизвестной или уже забытой песне. Но получится ли это у наших участников, узнаем прямо сейчас. Ваня, надеюсь, твой кавер нас удивит. Погнали! Большой широкий город, магистрали и дома. Гусару в окнах бесполезная тюрьма. Зелёным яблоком железо запоёт. Ты станешь слаще. А я пропала без вести в японских лагерях. Пропала с голубем в синице в руке. Я застывал в ожидании тебя. И благодарна с тобой. Проводят ночи тридцать и первая весна. И без сомнений я ревнует ко всему. И без сомнений я ревнует ко всему. Бьёт стёкла. А я прощаюсь с городом просоленным. Куда? В любое время не доходят поезда. И губы сейчас и здесь в японии мои бывают. И губы сейчас и здесь в японии мои бывают. И губы сейчас и здесь в японии мои бывают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И без сомнений я ревнует ко всему И без сомнений я ревнует ко всему Бьет стекла И без сомнений я ревнует ко всему Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер Люди помогите дышать, ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер, на одной орбите Опять ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Люди помогите дышать, ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Но ожили! По пятам Друг за другом ходим, как ты там В моем телефоне неспроста Не подобрать пароли твоему сердцу, что ли Скажу спасибо городам, что они разделили нас Зачем мне быть отдельно от тебя? Ведь я так не хочу сейчас Может, эту песню никогда ты не услышишь Но я вновь на нашей крыше Вспоминаю, как ты дышишь Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Люди помогите дышать, ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Юпитер, на одной орбите А может быть, счастья нам не найти И если честно, ты моя невеста Но так много пути с тобой мы прошли Чтобы найти свое место вместе Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Юпитер Люди помогите дышать, ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Юпитер, на одной орбите Опять! Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Юпитер Люди помогите дышать, ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Юпитер, на одной орбите Опять! Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде чем вы начнете говорить, я хочу дать вам паузу, чтобы вы подышали, сердце вернулось туда, где оно должно находиться, никуда оно у вас там улетело. Что, Диан, вы и ты? Мы как? Ты и вы? Ты что, забыл, что ли, как мы общаемся? Диан, что ты можешь сказать по поводу кавера Вани? Очень здорово, очень легко. Этой песне «31 весна» ей всегда не хватало легкости. Я вот ее, когда начинаю, вот «31 весна», не в том смысле, что я от нее устала, но у меня такое впечатление, что я буду толкать локомотив какой-то. Но я еще, чтобы вы понимали, простите, я перебью, я еще даже не родился, когда эта песня вышла. Меня еще на свете не было. Но ты ее поешь намного лучше, на самом деле, чем иной раз я исполняю, правда. Потому что иногда она такая тяжелая. Вот просто вот, ну, а у тебя так хорошо еще наверху вот это вот получается. Но я кайфанула. Спасибо большое. Честно абсолютно. И не только ты. И не только ты. И здорово, что там пацаны гармонию поменяли, и здорово, что все по-своему сделали. Вообще ничего не коробит. И очень нравится, очень нравится. Ой, надо детям показать. Ну, у меня тут вообще комментарии излишки, потому что, ну вот, а мы на ты или на вы как? Мы на ты. Хорошо. Вот вы представляете, вы думаете, я когда-нибудь вообще, вы все думаете, я когда-нибудь в жизни думал, что мои песни будут перепевать Диана Арбенина? Конечно, нет. То есть, ну тут, тут мне даже сказать нечего. Мне просто, первое, это мне невозможно приятно все это слышать. Второе, я очень давно хотел услышать Венеру в такой формулировке, с проигрышами, с разрывом, чтобы кто-то в итоге... Гуля, Руанин, вот это вот все, что было, и Диана сейчас все это сделала. Так. Мы услышали авторское мнение. Теперь я хочу узнать, куда уйдут баллы от жюри. Дава, тебя разрывало. Нет, вот не надо. Я хочу сейчас. Давай, я потом. Тебе постоянно не нравится? Нет, нет, я потом. Стой, не говори в конце. Отдай голос кому-то. Давай я скажу. Вот Мия хочет сказать. Давай я скажу, он будет сейчас мутить в ходу. Мия, да, да, пусть она говорит. Взяла огонь на себя. Я буду краткой. Диана из песни хита сделала легендарную песню. Согласны? Но Ваня ночью со мной по телефону говорил, и я видела, с каким он трепетом говорил о том, как он рад, что он перепел твою песню, и как он круто там что-то придумал, и как они все старались. И реально у тебя получилось. Очень круто. Потому что в твоем исполнении, я признаюсь, эту песню я не слышала. Слава Богу. А в его исполнении мне она очень понравилась. Поэтому мой балл идет к Ване. Наконец-то ты дождался от меня балла. Я даже, мне нужно привыкнуть говорить это слово. Мия Бойко отдает балл Ване Дмитриенко. Ух ты. Да, вы готов? Не готов, я понял. Лариса Александровна. У меня разрывается, то есть две половины, одна половина сюда, другая сюда. Оба кавера просто чумовые, оба на разрыв. Но дело в том, что Ване было бы сложнее петь взрослую песню, потому что она написана взрослой женщиной, взрослым музыкантом. Но он так справился с этим. То есть у меня было ощущение, вот закройте глаза, это не 16-летний мальчик поет. То есть все продумано абсолютно. Каждое слово продумано. Каждое слово спето так, как надо. И вот эти верхние ноты просто чума. Опять Ване балл. Лариса Александровна балл Ване Дмитриенко. Юра Музыченко. Ладно, хорошо. Давайте так. Благодаря песне, которую исполнял Ваня, вот так получается, песне, которую исполнял Ваня, я понял, что можно играть на скрипке в рок-группе. И начал. И я сначала подумал, что я сейчас расстроюсь, потому что эта песня для меня многое значит. Но нет, мне очень понравилось гранжовое такое, действительно легкое исполнение. Когда ребята начали исполнять песню Вани, я даже сначала не понял, что это песня Вани, потому что это звучало очень... По-снайперовски. Да, это звучало как будто бы прям оттуда. И что делать теперь? Решай. Каждый раз один и тот же вопрос. Один и тот же, да. Что делать, в принципе, это и есть лозунг нашей передачи. Вот сейчас, вот сейчас была битва поколений. Получается, оба справились с песней разного поколения. Не зря пришел. Но я отдам голос Ване, потому что это была клевая гранжуха. Юрий Музыченко отдает бал Ване Дмитриенко. Игорь Яковлевич, пожалуйста. Я все время какие-то шансы для Вани выискиваю шансы, пусть миллиметровые, за что зацепиться. Но в данном случае, конечно, исполнение Дианы твоего хита, во-первых, оно поднимет после эфира саму песню на определенный уровень. При всем том, что это хит стопроцентный, но после исполнения Дианы, я думаю, это будет несколько другой взгляд на песню. И я считаю, вот она со своей глубиной, со своей фишкой сделала эту песню просто при всей симпатии к Ване. И желание отдать бал Ване, я отдам Диане. Игорь Крутой, бал Диане Арбей. Ну нет, снайпером, снайпером. Снайпер. Бал ночным снайпером. Потому что ребята старались и готовились. Дава. Сейчас готов, можно, все, никаких... Давай уже, в принципе, тут особо ничего не скажешь. Два прекрасных кавера. Я кайфанул с обоих. Я просто очень люблю песню Венера и Юпитера. Я ее постоянно слушал на репите. И тут она для меня заиграла вообще по-новому. И самое главное, что не хуже, чем, может быть, даже где-то лучше. Вот. Но в аранжировке так точно. Но с другой стороны, Ваня так тоже прекрасно справился. Вот на самом деле, он прям, знаешь, он так это кайфово делает. Если на самом деле отвлекаться, что ему 16 лет, и как будто взрослый человек поет. И я считаю, что у него очень большое будущее. Вот. И ты большой молодец. Поэтому я хочу его поддержать и отдать свой балл Ване. Балл от Давы Вани Дмитриенко. Виктор Яковлевич, вы поняли, что Дава знает слово аранжировка? Дава своим голосованием похоронил вообще единственную возможность мою проголосовать за Дмитриенко, как Игорь Яковлевич сказал. Я искал для себя поводы дать Дане победить в этом. И были, кстати, действительно музыкальные находки. Огромное спасибо музыкантам. Я восхищаюсь. И это, конечно, здорово. То, что барабанщики играют, то, что гитаристы такие классные. И то, что молодые ребята, в принципе, собираются и играют не под фонограмму. Вот. Так что я хочу сказать, была возможность у меня проголосовать, но теперь я не могу. Я не могу себе представить. Ты меня ущипай хотя бы. Я не верю, что Диана может проиграть опять во втором подряд раунде. Мой голос ничего не решает. Это катастрофа для меня просто. Ну, естественно, голос мой там. Виктор Дробыш ночным снайперам отдает свой голос. Счет в этом раунде. 4-2 в пользу Вани Дмитриенко. Ну, а прямо сейчас у вас на экране появились результаты зрительского голосования. Кстати, если ты голосуешь за участников шоу в мобильной игре по Апджи Мобайл, то получишь не один, а целых два голоса. Скачивай игру прямо сейчас и выбирай, на чьей ты стороне. Это шоу «Битва поколений». И перед финальным раундом общий счет 9-9. Финальный раунд решит все. И он называется «Горячая новинка». У Дианы есть удивительная способность регулярно выпускать качественную, популярную музыку и не запустив при этом ни одного марафона. Надеюсь, я сейчас не подаю тебе идею. Ну, ладно. Диана Арбенина и ее финальная песня в финальном раунде. Кто сказал, что время пришло? Семь часов дороги в пути. Ты за что меня наказал? Папа, если слышишь, прости. Не успели договорить. Даже встретиться не смогли. Я лечу прощаться с тобой, Как летят домой журавли. Я смиряюсь, я сильная, взрослая. И весна теперь дарит слезы мне. И все дальше детство я ранена. Принимаю чужие правила. Я смиряюсь, не бойтесь. Выдержу, папа, прости меня, если обидела. Пусть тебе там лучше и радостней, Чем со мной на земле. Кто сказал, что время пришло? Мы с тобой не хуже других. Беспощадно с каждой весной Время нарезает круги. Не успел приехать ко мне В театре твой любимый Шекспир. Я лечу прощаться с тобой И такой беспомощный мир. Я смиряюсь, я сильная, взрослая. И весна теперь дарит слезы мне. И все дальше детство я ранена. Принимаю чужие правила. Я смиряюсь, не бойтесь. Выдержу, папа, прости меня, Если обидела. Пусть тебе там лучше и радостней, Чем со мной на земле. Я смиряюсь. Я смиряюсь. Я смиряюсь. Я сильная, взрослая. И весна теперь дарит слезы мне. И все дальше детство я ранена. Принимаю чужие правила. Я смиряюсь. Не бойтесь. Выдержу, папа, прости меня, Если обидела. Пусть тебе там лучше и радостней, Чем со мной на земле. Кто сказал, что время пришло, Семь часов дороги в пути, Ты за что меня наказал? Папа, если слышишь, прости Не успели договорить Даже встретиться не смогли Я лечу прощаться с тобой Как летят домой журавли Как летят домой журавли Битва поколений на Муз-ТВ уникальный проект В котором Диана Арбенина сражается с ребенком А ребенок ведет борьбу с заслуженной артисткой Чечни Звучит провокационно Мы так и хотели Нам нужны рейтинги Поэтому встречайте Ваня Дмитриенко и его горячая новинка Хочешь, мы построим дом из ляга деталек Как будто мы маленькие Но по-настоящему Хочешь, будем мы вдвоем Петь под гитару Прости, если парю И слишком навязчивый Я увидел тебя и действовал По инструкции Собирал по крупинкам К сердцу тропинку Лишь бы коснуться рук твоих Так боялся, что не совпадем Не сладим, не склеимся Но мы как две лего детали Походу все впали Мы как конструктор лего Может быть построим Чистую и светлую Крепкую историю Как конструктор лего Сжимаем ладони Как детали по схеме Мы друг другу подходим Строили Но однажды чуть не сберегли Мы запутались как лабиринт Потерялись как детали Под диваном Собери По кусочкам фотографии Мы сложились в одно целое Совпали пазлом Мы как конструктор лего Может быть построим Чистую и светлую Крепкую любовь Мы друг другу подходим Как конструктор лего Сжимаем ладони Как детали по схеме Мы друг другу подходим Как конструктор лего Может быть построим Чистую и светлую Крепкую историю Как конструктор лего Как конструктор лего Сжимаем ладони Как детали по схеме Мы друг другу подходим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все! Четыре раунда нашей битвы Поколений подошли к концу! И я хочу начать не с вас, жюри! Я хочу начать с вас Поделитесь впечатлениями! Мы друг другу нравимся Это самое главное И эта музыка Мне нравятся парни Вот мы познакомились Я к ним подошла, поздоровалась Оно все должно быть В каком-то едином Вот не то чтобы порыве А в едином каком-то процессе Тогда музыка в этой стране Будет вечной Будет молодой И я конечно голосую за тебя, Ванька АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать большое спасибо за то, что Диан У вас получилось пропустить вашу музыку через меня Я ее полностью прочувствовал Вот за это вам большое спасибо Честно, это было очень круто Спасибо большое Ваня Дмитриенко АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас настало время узнать За кого в финальном раунде Проголосовали наши телезрители Не стой в стране Голосуй за артистов на сайте Муз ТВ И в мобильной игре PUBG Mobile Кстати, еще там можно соревноваться с друзьями И выигрывать стильные скины Присоединяйся к битве поколений АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь пришло время узнать мнение наших экспертов И начнем мы с Игоря Крутого Я, во-первых, хочу сказать Какие-то комплименты в адрес этого проекта Это здорово Я пришел и получил от этого огромное удовольствие Честно говоря Во-вторых, итальянцы говорят Композитор и исполнитель Стоит ровно столько, сколько стоит его последняя песня Поэтому все бывые успехи не в счет Вот все, что вы на сегодняшнюю минуту стоите То вы сегодня и показали А показали вы немало Показали вы огромный потенциал И я хочу еще тебе сказать Очень похоже на то, что твоя песня будет большим хитом Очень большим хитом Но я отдам свой балл за Диану У нее глубокая песня И я отдам Игорь Крутой балл Диане Арбениной Лариса Александровна На этот раз я тоже отдаю свой балл Диане Мой папа ушел очень рано из жизни Любая песня, которую я слышу про папу Для меня очень близка, дорога И спасибо за это Диане Давайте скажем спасибо вашим папам за фантастических дочерей АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Человек, к которому я бы тоже хотел обратиться Папа Но экспертиза ДНК показала обратно Виктор Дробыш А все равно я чувствую, что хочется сыном тебя называть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И она спросила, ну как? Я послушал, это была эта песня. Я ее несколько раз послушал. И даже не перезвонил ей. Я набрал отца и что-то долго с ним разговаривал. Выслушал все, что он мне хотел рассказать. Даже мне, честно говоря, в нормальной ситуации я бы сказал, я тебе потом позвоню. Короче, я сидел и слушал все, что он мне сказал. Опоздал на хоккей. И в таком настроении потом только перезвонил Диане. Сильная песня. Собственно, песня такая, для чего они и существуют. Чтобы выдергивать из нас эмоции. И, естественно, мой голос находится там. Но я думаю, что Диана, если я не отдам Ване ни одного голоса, она мне вставит после этой программы и скажет, что совсем дурак, что ли. Поэтому вообще за любовь к музыке, за его преданность музыке, за старания, за уже какие-то страдания, связанные с музыкой, я все равно надеюсь, что вот мой этот бал, ну, может быть, хоть как-то поможет ему. Хотя ему уже помогать не надо. Он уже скоро может, в принципе, нам с Игорем Яковлевичем в долг дать. Потому что карьера его будет складываться, чувствую, головокружительно. Диана. Намек понял, Вань? От нас с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Дробыш, бал, Ваня Дмитриенко. Переходим к молодежи. А почему я? Это третье название нашего шоу. Что делать? А почему я? И битва поколений. Вот все три варианта названий. Хорошо. Я сначала расстроился. Я все время голос за Ваню отдавал. Тут начинается, ну, совершенно песня, ну, такая, каких миллион сейчас. Ну, просто миллиард. Я даже... Просто предыдущие песни чувствовался Ваня, чувствовались ребята. И вот эта новая песня... Меня бы включили, я бы не узнал, кто это. Ну, типа, таких очень много артистов. А потом, когда я вслушался в припев, ну, так хорошо стало. Ну, так кайфово. И ты поплыл? Я поплыл. Ну, аргументы угарные, я не мог. Просто, ну, если обсуждать песню «Ночных снайперов», то тут тоже многое задело во мне. Ну... Юр, не мучайся, а. Юр, отпусти уже этот бал. Пусть он поплывет. Пусти, Юр. В какой из океанов? Выбирай. Ну, все, здесь разобрались. Ты да, Ваня. Спасибо, Юр. Ваня Дмитриенко получает бал от Юры Музыченко. Мия Бойко, распоряжайся своим финальным сегодняшним балом. И в момент, когда Диана пела свою песню, я поймала себя на мысли, что я хочу после шоу срочно позвонить папе. Потому что он вчера писал мне, позавчера я ему не ответила. Вот обязательно позвоните. Сейчас закончим программу и звоните. Это очень по-человечески. Правда, очень тяжелая песня. Очень тяжелая песня. Я сам... Он мне каждый раз пишет, звонит. Как дела? Доченька. Я его старшая дочь. У нас у родителей пять детей. Они живут в деревне далеко. А я со своей карьерой, со временем не успеваю. Я просто им деньги отправляю постоянно и думаю, что этим можно откупиться. Но это не так. Я это понимаю. Мия, звоните ему после программы. Звоните ему. Если действительно вас как-то вот все это натолкнуло именно на эти мысли, это все равно это здорово. Звоните ему после программы. Подавите мне слово. Ну, пожалуйста. Я просто понимаю, что я еще не потеряла папу. И я постоянно думаю о том, что будет, если я его потеряю. Почему же я не пользуюсь временем? Все говорят, что потом они жалеют о чем-то, когда теряют родителей. Мои еще живы. Тогда почему я... Как здорово, что такие песни существуют. Спасибо, Диана, еще раз. Мия, это очень по-человечески. Это просто замечательно. И еще я на этом проекте ловила себя постоянно на мысли, что песни от взрослого поколения, я не чувствую, что они могут зайти и стать хитом. Просто потому, что мы с Ваней знаем плюс-минус, как сделать хит для современной аудитории. И слыша песни взрослой аудитории, я не слышала, что это станет хитом. Но здесь я прям слышу в каждую вашу песню, что написано 19-го года было, что это, что она актуальна. Это очень круто. Вы столько лет на сцене, и песни актуальны. Мы же влюбляемся, это же ключик, это же секрет. Что касаемо Вани, Вань, однажды Виктор Яковлевич не взял меня на фабрику звезд. Он даже этого не помнит. Он даже не помнит, как я выглядела на этом кастинге. Подонок. Ну, теперь я здесь. И поэтому любое нет, любое... Я тебе балл не дам, извини. Это должно тебя смотивировать и дать просто сил тебе двигаться дальше. И всем доказывать, что все будет круто. Мой балл Диане. Диана, заслуженный балл от очень хорошей дочери. Дава, ты не очень хорошая дочь. Я не очень хорошая дочь, да. И это настолько глубоко, настолько сильная песня была. Я в моменте, знаешь, очень... Вначале я так подошел, ну, поверхностно к этому. А потом, когда я вот догнал, ну, меня прям накрыло конкретно. Я прям сидел. И реально вот, ну, как бы время идет. Мы работаем постоянно. Я понимаю, что каждый вечер я прихожу вот ночью вечером. И каждое утро я себе говорю, какой я плохой сын, что я не могу посидеть, ну, там, с своим батей, понимаешь? Как бы, с своими родителями. И возникает вопрос, а для чего, как бы, это все делается? И вот эти строчки, что мы даже не успели попрощаться, вот это мой главный страх. Правда. Я извиняюсь, что так это... Я просто все это время сидел, для меня это было точно так же. И спасибо за то, что я услышал. Просто спасибо. С уважением отношусь очень. И балл по этому одам Ване. И я знаю, что Диана хотела бы, чтобы я проголосовал за Ваню. Это правда. Отдавы балл Ване Дмитриенко. Итак, в этом сложном финальном раунде мы подведем итоги. И сегодня в битве поколений со счетом 12-12 побеждает любовь к музыке. Идите все сюда, идите все ко мне. Эти символы нашего шоу достаются каждому участнику. Это лишь малая награда, которую мы хотим дать. Сегодня у нас ничья в битве поколений. Так решила жюри в студии. Осталось выяснить одно, совпало ли это решение с мнением телезрителей или нет. На экране итоги зрительского онлайн-голосования. Геймеры, уже через неделю нас ждет новая битва. Но голосовать за участников можно уже сейчас и всю неделю. На сайте Муз-ТВ и в мобильной игре PUBG Mobile. А это танец для победителя. Сегодня был классный вечер. И музыкальный, и трогательный. Как хорошо, что в нашем шоу каждому найдется артист по душе. Поэтому нас можно смотреть и одному, и с родителями, и даже парам с большой разницей в возрасте. Выбирайте компанию по душе. Меня зовут Константин Анисимов. Это была битва поколений на Муз-ТВ. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok